Ваш Доби свободен? Корреспондент города узнала, какой презент на 23 февраля ждут городские мужчины и почему не всем подарят носки. Общий язык и постоянная практика. Благовещенские школьники продемонстрировали готовность встать на защиту Отечества. И это не только парни. Сколько их на тысячу девчонок? Амурстат пересчитал мужское население области и рассказал, кто живет дольше. Все подробности далее. Об этом и не только в праздничном выпуске новостей. С ними вас познакомлю я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте. И начнем сегодня с поздравлений от мэра Благовещенска Олега Имамеева. Цитата. Защита своего дома, своей отчизны, труд на благо своего города, области и страны, долг, выполнение которого для каждого мужчины – дело чести. Каждый, кто своей работой или службой отстаивает интересы России, есть ее настоящий защитник. В наше время воинские профессии осваивают все больше женщин. Поэтому самые искренние слова поздравлений и благодарности – прекрасным дамам, стоящим на защите интересов государства. Особую благодарность сегодня кадровым военным и, конечно, ветеранам, благодаря которым мы живем в сильной и свободной стране. Уважаемые благовещенцы, пусть всем вашим начинаниям всегда сопутствует успех. А рядом будут настоящие друзья, верные соратники и любящие семьи. С праздником! Конец цитаты. Каждый четвертый мужчина 23 февраля не получает подарок. К такому выводу пришли специалисты популярного сервиса по поиску работы. Они провели опрос среди представителей сильного пола. Те, кому все-таки вручают презенты, предпочитают, чтобы это были деньги. Какие подарки мечтает получить мужская половина благовещенцев, выяснила наша съемочная группа. Внимание, ожидание не всегда совпадает с реальностью. Провести время с любимым человеком. А какой-то подарок от любимого человека. Пускай сам придумывает. Носки. И все? Да. Подарок. Ну а какой? Да что подарок хотели? Мне без разницы, главное, чтобы от души был. Носки и зубную щетку. Почему? Ну, стандартный подарок. Лучший подарок – это подарок, который сделан своими руками. Вот так. То есть носки тогда вязанные? Да. А что дадут, то и получим. Сам не знаю, но точно, наверное, не носки. Ну, а, например, если порассуждать? Хороший вопрос. Джемпер, наверное. Не знаю почему, но хочется джемпер. Алкоголь. Да все что угодно. Носки. Я, если честно, не особо серьезно отношусь здесь среди февраля. Почему? Ну, не особо воспринимаю этот праздник. А я себе купил уже. А что купили? Ну вот, подарят, что так подарят. Нет, так нет. Главное, чтобы себе подарок сделать. Я вот сейчас купил, семеру отдал, он нормальный. А что, нормальный? Ничего, просто поздравления мне достаточно. А почему так? Потому что мне многого не надо. Самое понимание самое главное. Какие скромные, неприхотливые мужчины, оказывается, живут в Благовещенске. Большинство ответивших не особо заморачиваются над подарками. Важнее внимание близких. И, как мы выяснили, некоторые будут рады обычным носкам. Теперь слово за слабой половинкой. Что же горожанки приготовили для своих мужчин? Ну, раньше дарили телефоны. В наше время сейчас очень тяжело угодить с подарком. Вот. Ну, единственное только, что деньгами можно подарить. Потому что они сами могут себе что-то купить. А так? А если деньгами, то какая сумма? Ну, в пределах пяти тысяч, не более. Мы как раз сейчас думаем на эту тему, что подарить. Ну, думаем, какой-нибудь что-то, ну, гаджет какой-то, что-нибудь такое. Туалетную воду, мыльно-рыльное разное, полотенце. То, что нужно, в принципе, каждому мужчине. А сами придумывали или мужчина предложил? Нет, сама всегда. Я ему планирую дарить кофту и, ну, пену. Поход в бар и все. Папе, брату никому ничего не дарим. Ой, у меня муж и охотник, поэтому что-то из принадлежностей для охоты. Вхожу еще в подарок. Не знаю пока. Ну, а какие варианты есть? Так что не знаю. Носки. Традиционная. Может, шоколад какой-то. Ну, носки ему дарить не буду, а то он свободу получит. Хозяин подарил Доби одежду и теперь Доби свободен. Ну, что-то из парфюма. Сертификат может быть какой-нибудь, ну, там, массаж, там, что-то такое. Я самому мужчине купила ручку. Очень хорошую ручку, дорогую. И много пишет, подписывает. У мужчины успешного должна быть хорошая вещь. Завтра будут шашлыки. Решили так, что это будет просто какой-то, ну, хороший стол просто и все. Мужиком быть просто класс. Мало мужиков сейчас. В наше время особый шик. Если мужик, мужик. Всего в Преамуре сегодня ждут подарки 370 тысяч мужчин. Именно столько их в нашем регионе насчитал Амурстад. И, как выяснилось, представителей сильного пола в регионе меньше, чем женщин. По крайней мере, это справедливо для 2021 года. На начало прошлого года численность мужчин в регионе составляла 370 тысяч 100 человек. Это 47,3% от общего числа жителей области. Почти две трети в трудоспособном возрасте от 16 до 60 лет. Каждый третий амурчанин трудоспособного возраста – это молодой человек в возрасте от 16 до 29. Но на 1112 девчонок по статистике в Преамуре всего 1000 ребят. Численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов. В старших возрастных группах он вызван более высоким уровнем смертности мужчин. Представители сильной половины в среднем живут на 10,5 лет меньше слабой. Амурские полицейские поучаствовали в битве за Сталинград. Патриотическое мероприятие под таким названием прошло в области. Участники и организаторы постарались восстановить события военных времен в память о великом подвиге советских солдат. Реконструкция заключительного этапа Сталинградской битвы, организованной военно-историческим клубом «Восточный фронт», прошла в поселке Бурея на территории привокзальной площади. Сотрудники органов внутренних дел Амурской области разыграли сражение по освобождению объектов, захваченного фашистами тракторного завода, произошедшее в феврале 1943 года. За ходом событий с особым интересом наблюдали 300 зрителей разных возрастов. Военно-исторический клуб «Восточный фронт» существует уже два года. Его участниками являются бывшие и нынешние военнослужащие с разных регионов Дальнего Востока. В Доме ремесел тем временем обосновался «Сахалянский десант». Это новая выставка, которую организовала областная общественная организация «Мотопатриот». На ней представили личные вещи и вооружения советских красноармейцев, образцы одежды японских милитаристов и немецких солдат. Первым посетителям выставки рассказали о подвиге амурских воинов в сражениях с Квантунской армией. Для наших телезрителей руководитель клуба «Мотопатриот» Василий Семенов провел небольшую экскурсию по экспозиции. Смотрим. Хочу вас познакомить с нашими экспонатами периода Великой Отечественной войны. На данный момент мы стоим у стенда, где находится винтовка АВТ, снайперская винтовка Мосина и обычная винтовка-другунка 1912 года. За период Великой Отечественной войны снайперами и девушками стали более 2000 человек с 1941 года. Здесь экспонат у нас также стальной нагрудный кераса. Эта кераса была найдена на территории Волгограда, Сталинграда при раскопках. Это в основной массе, они используются именно при защите Сталинграда. На данный момент этот экспонат у нас видно, что он повоевал. Здесь уже был ремонт. Если заметить, то вот эта вот часть, передняя часть каски советской. В блиндаже найдены такие сапоги детские. Вы можете посмотреть мою руку на ребенка. Сын полка. Видно, что мы назвали эти сапоги сын полка. Видно, что они ношеные. Они пришли к нам прям высушенные, прям восстановили как могли. И на сегодняшний день они занимают почетное место. То есть партизаны, либо там бойцы приутили мальчонка. И вот он ходил, скажем так, в этих сапогах и тоже защищал нашу страну. Есть такой легендарный пулемет, о котором мало кто знает. Авиационный пулемет ШКАС. Многие видели фильм такой, как «В бой идут одни старики» или «Поющая эскадрилья». Так вот, их самолеты были снабжены именно вот этими пулеметами. И есть такая легенда, где говорится о том, что в 1933 году на столе у Гитлера лежал подобный экземпляр. И он говорил своим конструкторам, что если кто-то создаст подобное, я буду уважать вас. Вот лопатка, она легендарна со своей историей. И эта лопатка свидетель Гиппели, защитника Сталинграда. Он стоял на колокольнике в пулеметном двойке и вел огонь по низколетящим самолетам. И, к сожалению, боец погиб. Видно, что через его тело и через эту лопатку прошли две пули. Я не просто так разместил Гитлер своего дедушки, Героя Советского Союза, который воевал, освобождал Воронеж, Донбасс, Украину, форсировал Днепр, за что и получил звание Героя Советского Союза. Был тяжело ранен в одном из населенных пунктов Украины. Но после этого он в 1947 году только демобилизовался. Есть вот кирпич 1897 года. Ребята, мои друзья привезли его с Бреста специально для нашего музея. Это кусочек легендарной героической крепости. Ну и перед нами теперь предстал немецкий солдат. Есть миф, что каждый немец был вооружен этой автоматикой. Я вам скажу так, что эта автоматика была у одного из 12-11 человек. У наших, по статистике, у одного из трех автоматика была. Можно, конечно, сказать о том, что вот, а почему бежали и тому подобное. Немцы напали вероломно, подло. И я скажу, что нам приходилось вступать с немцами в бой, делая акцент на то, что на нашей земле мы воюем и есть гражданские. Немцам без разницы были гражданские, они уничтожали в том числе и гражданские. Ну вот, коротко, а может быть и нет, вот такая вот экскурсия. Готовность встать на защиту Родины показали и городские школьники. Старшеклассники поучаствовали в военно-спортивной игре «Защитники Отечества». Она прошла в шестом лице и уже в восьмой раз. Какие испытания ждали бравых мальчишек и девчонок, и чья команда оказалась самой подготовленной? Узнаете из сюжета. К выполнению норматива приступили. Ловкость рук и никакого мошенничества. Разобрать и собрать автомат Михаил Кочнев из 11-го лицея может не подглядывая. Парень второй год участвует в военно-спортивной игре. Со службой планирует связать и свою жизнь. Чтобы подготовиться к армии, тренируется в Центре военно-тактических игр. После тренировки мы точно собираемся пару раз разобрать автоматы. У меня даже личный рекорд. Я разбирал автомат секунд за 13, по-моему. И сборка выходила 17. Еще такие интересные моменты, когда мы уже довольно хорошо начали их разбирать. Мы начали разбирать их с закрытыми глазами и собирать так же. Это тоже довольно-таки весело. Десятиклассница Таисия Кузнецова – отличный стрелок. В электронном тире выбивает 48 из 50. Выступать хуже не позволяет статус. Девушка – капитан команды 6-го лицея. Конечно, это ответственно. Но тут уже зависит от того, как поставишь задачу правильно, чтобы найти общий язык с подчиненными. Мы собирались с командой за две недели. После уроков каждый день отрабатывали. Все. Военно-спортивная игра «Защитники Отечества» в городе проходит уже в восьмой раз. Школьники Благовещенска состязаются в смотре, строе и песне, стрельбе, исторической викторине, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата и надеванию противогаза. В этом году энтузиазм особый. Игра вернулась в свой привычный очный формат. В прошлом году игра проходила в онлайн-формате. Из-за ковидных ограничений не было возможности провести игру очно. И все этапы команды записывали на видео, присылали их нам. Очень долго обрабатывали судьи, потому что нужно было посмотреть огромнейшее количество роликов. Но по итогам победила сильнейшая команда – команда 6-го лицея. Хотя видео пришлось записать и в этот раз. Восьмым испытанием стала подготовка роликов по правилам дорожного движения. Работы школьников оценили госавтоинспекторы. Итоги состязаний подведут в ближайшее время. Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова